сразу к делу вопрос готовы за родину умереть я не хочу об этом говорить а владимир славьев смотрится нет у него там передача вот найти да я вообще не а все равно этого не избежать ведь как бы вы интересовались не интересовались ну хотя бы вот скажите готовы там вы пугаете меня неизбежностью бытия я я файду ну а мы едва в центре москва си райт хирон и ускрин владимир соловьев антихаза тиви шоу и ахи сайдет нет выше доблести и счастье для мужчины чем жизнь отдать за родину за товарищей своих что это такое мой мальчик в армии вы что хотите что он пошел воевать и родину защищать нет не для этого я сына растила are people ready to die in ukraine let's find out то что вот есть владимир соловьев знаете такой да слышал смотрите его передать очень редко ну по праздникам или как что зачем включает подал на его канал мой телевизор раньше когда было время для телевизор вот и он недавно сказал в одном из своих выпуск умирать надо за родину свиного опасности она умирать она вообще умирать за любовь это более толк ловишь за любовь и своих родных за родину пока что не готова на третичном месте есть мать есть супруга есть ребенок и есть родина конечно готов за родину завтра отправят сюда пожалуйста а почему до сих пор не отчетом как мне никто не зовет там а родина это что такое вообще скажи родили это мать родная чё там мама да мы находимся в россии вот какую-то активную политическую позицию тем более на камеру выражать я как это выразиться то политкорректно боюсь значит у вас какая-то инакомыслящая такая позиция владимир соловьев уже не боится он высказывает что нужно владимир соловьев наверно смелый человек он не боится а я привык скрывать свою политическую позицию даже если смотря что мы формулируем как родина то есть для каждого человека родина это что-то свое но тут я наверное не совсем согласен я готов для своей собственной родины жить а не умереть потому что живя я наверное принесу больше пользу чем если умру ради родины вы сложный вопрос когда тебя поставят перед фактом ты не знаешь что сделаешь завтра готовы умереть завтра еще на работу надо ага right now we're at the park called vdnh and it has a lot of soviet union logos see right here see at the top of this building it has globe with soviet union logo interesting thing that it is a globe because коммунизм was supposed to spread across the world what it didn't succeed хорошая погода правильно все хорошо тут а вот умереть за родину вы готовы а почему можете вот объяснить иностранцам ну мы живем не хуже всех могу точно сказать у нас не самые плохие условия давайте вот в детали углубимся сказали не хуже всех вот если по деталям в чем именно мы лучше живем в чем именно наравне мы не голодаем у нас все доступно мы можем себе позволить пойти купить поесть одежду и все остальное автомобили квартиры для вас завтра призовут на украину вы ну ладно за там хотя время какое-то дадут как этому отнесетесь ну буду шоке ну а куда деваться защищать родину ну конечно нет не согласен зачем умирать надо служить и не умирать это глупая пропаганда умирать не надо надо либо служить если те кто кого кого есть предназначение к этому а у кого нет к этому назначения не надо за родину да а что такое родина не 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 умереть а победить скорее всего родина это наша мама то есть как как не крутить защищать надо а правительство правительство мы сами любим это наше правительство не знают и на наши разве но можно и так же люди там мы правительство это же наша родина наверное ну можно и так отнести но тоже и по-разному можно отнестись и так как вы говорите то же самое в общем вы согласны с мнением конечно а вы вот готовы вот умереть за родину вообще-то я служил я давал присягу ладно какой можете совет дать молодым людям которые не хотят умирать за родину вот написано здесь армии россии правильно вот иностранцы просто не поймут но я вам скажу армию был форум россии вот я просто был на нем и как бы поддерживаю эту всю и военную операцию и сами по себе военные силы россии то есть и всегда как бы вы молодежи что можно сказать молодежь она либо должна пересмотреть свои устои то есть вернуться к истокам посмотреть на свою мать на своих сестер дочерей если они есть конечно а если сам по себе но сам по себе но зачем нужен такой человек вообще в природе какой совет все-таки дадите как замотивировать людей умирать за родину молодых а почему умирать отстаивать родину и не обязательно умирать умирать можно дело в том что и люди которые не пошли воевать и не хотят воевать там куда в грузию еще куда-то дунули просто напросто они уже умерли это уже все это смерть он он никто он сам для себя никак он убежал с родины он убежал от матери от всего то есть ну что с этим человеком дело он уже умер мотивировать его не надо его мотивировать не надо а за родину мужик настоящий тоже стоять и должен защищать родину а умереть ну как-то получится извиняюсь она может поле самого пуля дура сами готовы да тоже умереть за родину если придется без я не просто ногами нет я бы щас без 66 лет пошел бы заводить они бомбили самой дадим сама восемь лет после леса мы погибали самый маленький дети с удивить что ли на все какой то можете дать совет молодым людям которые не хотят идти умирать за родину как их мотивировать не умирать надо за родину а защищать родину надо а мы сейчас защищаем мы да мы как мы защищаем общие интересы наших граждан вот так какие у нас интересы у граждан чтоб люди жили спокойно были уверены в завтрашнем дне нарвот часа глядите люди по моему все вот вокруг идут они все довольны жизнью то есть они ни о чем не беспокоиться иностранцы нас смотрят и они удивляются как это мы защищаем родину на чужой земле вот вот такое пишут вот что можете ответить как на чужой земле на своей земле что украины это вроде не там они пускай считают что хотят это их не проблемы а мы защищаем опять свою родину украина она принадлежала россии всегда если они не знают историю пускай откроют и прочитают если им лень знать историю других государств пускай не разберутся своем государстве а потом уже лезут в чужое государство да все больше вопросов нету а чем из